Если там в свое время мы обсуждали взятие городов, потом мы перешли к борьбе за деревни, а сейчас у нас уже как бы новости состоят из-за того, что мы у них отжали пару опорников. В эфире российских государственных телеканалов что-то уже не очень верят в победные маш-броски до Днепра и тем более до Киева. Дошло до того, что пропагандисты, которые сами раньше рассказывали, как Россия легко за несколько дней победит Украину, теперь уже одергивают своих гостей, экспертов, которые продолжают ходить по студиям и рассказывать вот эту дичь о том, как Россия, значит, героически всех побеждает и вот-вот всех окончательно победит. Теперь даже пропагандисты, даже ведущие ток-шоу признают, что Россия ничего не может поделать с Украиной и Россия увязла в затяжной войне. Вот, к примеру, фрагмент ток-шоу пропагандиста Артема Шейнина, который работает на Первом канале. К нему в эфир пришел военный эксперт Владислав Шурыгин, который обычно рассказывает только о победах. И этот Владислав Шурыгин по своему обыкновению стал рассказывать, как Россия готовит мощное наступление, как она сейчас Украину сокрушит. Артем Шейнин прервал его, опустил с небес на землю и заявил, что никакого мощного наступления по факту не происходит, а Россия увязла в затяжной войне конца и края, которой нет. Есть только еще один аргумент, который мы никто не учитываем. Это наши успехи. Все это держится сейчас, вот в этом состоянии нейтрально, потому что фронт держится там, где он есть. Если возникнет серьезное мощное наступление, которое начнет ломать, то вся эта схема начинает сыпаться просто как карточный дыр. Но если ты обратишь внимание на новости, то если там в свое время мы обсуждали взятие городов, потом мы перешли к борьбе за деревни, а сейчас у нас уже как бы новости состоят из-за того, что мы у них отжали пару опорников. Он при этом еще забыл сказать, какой ценой даются России эти опорники. Да, действительно, за последние месяцы Россия смогла захватить несколько посадок и полей под Авдеевкой. Вот только заплатила за это российская армия ценой тысяч своих погибших солдат, а также сотнями единиц бронетехники. На российском телевидении этого, конечно, не покажут, об этом не расскажут. Но, судя по видео с фронта, которые выкладывают, кстати, сами же российские военные, а также украинские военные с дронов и коптеров, видно, какие масштабы на самом деле приобрела эта мясорубка и какие гигантские потери Россия в них несет. Я эти видео не могу выложить здесь, я их выкладываю в своем телеграм-канале, но если вы хотите их посмотреть, можете сходить по ссылке в описании к этому ролику и получите представление о том, как Россия платит за вот эти захваченные опорники и лесопосадки. И я понимаю, что такое под градом FPV и артиллерии и так далее, отжать два опорника или не сдать свой. Я понимаю, что это жуткая мясорубка. Но, тем не менее, пока речь идет, понимаешь, об опорниках. В итоге и ведущий, и эксперт пришли к выводу, что Россия влезла в затяжной конфликт без конца и края, и никакого масштабного наступления российской армии в обозримом будущем не предвидится. Ты говорил мне о котелках, я говорил о главном условии. Мы с тобой понимаем, что без этого условия все будет длиться, длиться и длиться. О! Вот, без этого условия все это может длиться, длиться и длиться и длиться, а то, когда это условие начнет выполняться, ни ты, ни я не знаю. Люди, которые эту войну разжигали, обманывая своих зрителей, рассказывая им, как Россия легко сокрушит Украину за несколько дней, теперь признают, что Россия увязла, Россия ничего с Украиной сделать не может и никаких побед у России в ближайшее время не предвидится. И что характерно, обратите внимание, то есть даже самих пропагандистов уже раздражают вот эти вот победные вопли о том, как Россия, значит, начнет мощно наступать, как только начинает кто-то нести вот эту кринжовую дичь, его тут же уже начинают затыкать, потому что, ну, на самом деле уже там всем тоже все понятно. Они ведь многого не могут сказать, но эти все пропагандисты, они не дураки, и они прекрасно все понимают. Они понимают, что все это продолжается уже просто ради того, чтобы Путин как-то сохранил лицо, как-то вышел из этой ситуации, в которую он сам же загнал Россию, загнал свою страну, чтобы Путин смог как-то из нее достойно вывернуться, что сейчас вот эти все их солдаты ходят в местные штурмы и массово гибнут за эти лесополосы и опорники только потому, что Путину нужна какая-то победа к войне, нужно что-то показать, поэтому гонят вперед их военных безжалостно, да, просто в лобовые атаки на укрепленные позиции. Они все это понимают, они не могут это сказать, но в то же время, как такая уж откровенная вот эта вот раздражающая ложь, да, когда кто-то выходит и кричит «Ура, мы там идем вперед, мы побеждаем», она уже вызывает просто неприятие даже у этих пропагандистов, которые, видите, говорят «Хватит, хватит, ничего такого нет, хватит говорить об этих эфемерных иллюзорных победах». Это очень показательная вещь. Подписывайтесь на канал.